Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Принцип гостиничной амнистии обсудили на планерном совещании. Хозяевам коммерческих объектов рекомендуют переоформить целевое назначение земельных участков по правилам. Яркие солнечные носорники. На газонах и клумбах в городе косят травой и уничтожают сорную растительность. В созвездии блистательных имен. В городском театре прошел большой праздник, посвященный работникам культуры. Спортивные надежды Кубани. В Анапе проходит зональный этап всекубанской спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений. Принцип гостиничной амнистии обсудили на планерном совещании. Мэр Анапа Сергей Сергеев дал распоряжение перевести земельные участки под гостиницами из категории ПДЖС по факту под коммерческие объекты. Ежегодно бюджет города теряет миллионы рублей на налогах с земельных участков и возведенных на них объектов. О чем еще говорили на городской планерке, расскажем прямо сейчас. Сотрудники полиции за неделю проверили 52 иностранных гражданина. 11 привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России. Трое выходцев из Узбекистана оштрафовали и депортировали. Профилактическая работа по выявлению нарушений среди иностранных гостей продолжается. Успешно прошли торги по реализации мест для экскурсионных точек в городе-курорте. Предполагаемая сумма пополнения городского бюджета – 12 миллионов рублей. До конца месяца договоры подпишут и на размещение торговых павильонов. Задача администрации города – не допустить несанкционированной торговли и защитить права законопослушных предпринимателей. Предприниматели честно, открыто выиграли и закрепили свое право реализовывать услуги. Таким образом, нездоровые конкуренции – это уже наши обязанности создать равные условия для них. На планерном совещании обсудили вопрос о присвоении новых названий городским улицам. Герои труда и войн фамилии достойных граждан увековечат в адресах. На этой неделе, Сергей Павлович, я проведу договорническую комиссию. Мы давно не проводили. В четверг, с учетом поручений, которые вы давали, присвоения названий улиц и, в первую очередь, людям или жителям города-курорта Анапы, участникам Афганской войны, героям труда или России, то есть заслуженным нашим землякам, которых мы должны с вами помочь. Распоряжения для глав сельских округов, памятники, мемориалы и памятные места отреставрировать до понедельника. Бережное и почетное отношение к памяти героев должно отражаться внешне. Внешний вид города-курорта вызвал нарекания мэра Анапы – много работы сделано и предстоит сделать много. Озеленение, благоустройство, ремонт и, главное, порядок на строительных объектах на законной основе. Ежегодно городской бюджет теряет несколько десятков миллионов рублей из-за обмана застройщиков. Оформляют землю под жилые частные дома, возводят гостиницы. Налоги земельных участков под коммерческими объектами из самих объектов в десятки раз превышают те, что платят в казну хозяева гостиниц. Продолжится практика изъятия земельных участков под сельхозназначение у нерадивых пользователей. Заросшая сорняками плодородная земля на Кубани – преступление. Людям просто разом. Им неинтересно, чья это земля. Когда он едет и видит, что виноградник брошенный, что все провалено и бурьян по пояс, ему неинтересно. Я не буду стоять и написать таблички, что это краевая земля или федеральная земля, что у нас нет полномочий. Им совершенно все равно. Они нам доверили руководить городом. И мы должны заниматься этим вопросом. Обязаны заниматься. Значит, Светланова, поручаю тебе, как раз людям, которые занимаются у вас, из сельхозназначения, срок я даю пять дней. В понедельник у меня должно на столе лежать до начала рабочего дня. Перечень с фотографией. Начнем с проездных дорог. На планерном совещании рассказали о новых планах на старых объектах. На территории детской больницы благоустроят сквер. На стадионе заменили кресла в зоне зрителей и болельщиков. И на следующей неделе в городском театре состоится презентация нового городского футбольного клуба «Анапа», созданного по инициативе главы курорта Сергея Сергеева. Весенний покос. Городские клумбы приводят в порядок, косят траву и уничтожают сорняки. На муниципальной территории уже приступили к работам. Хозяевам частных гостиниц рекомендуют поддержать общий порядок и привести прилегающие территории и газоны в надлежащий вид. Специалисты предприятия «Зеленстрой» уже скосили траву на аллее Рос на проспекте Революции. Работы ведутся в сквере Вечного огня на улицах Крымская, Шевченко, Парковая, Владимирская. В конце прошлой недели мы получили конкретное задание по дислокации данных объектов. То есть, каждую улицу мы косим сейчас по распоряжению управления жилищно-коммунального хозяйства. Перед специалистами предприятия «Зеленстрой» поставлена задача скосить траву на газонах центральных улиц и спальных районов города в скверах и парках в течение 10 дней. Регулярная стрижка травы усиливает поступление питательных веществ из гранул в растения, предотвращает появление болезни, усиливает густоту покрова и препятствует разрастанию сорняков. Нужно создавать нормальные культурные газоны в городе, потому что все, как правило, газоны косим некультурные, с естественным травостоем. Там присутствуют не только злаковые растения, одичавшие, но и широколистые, водольные и так называемые сорняки. Высота травы влияет на экологию. Растения хорошо впитывают выхлопные газы и могут стать причиной размножения вредных микроорганизмов. Пыльца растений – сильный аллерген. Высокая трава – угроза в пожароопасную погоду и затрудняет уборку газонов от мусора. На фоне постриженных газонов прилегающие территории некоторых частных домов и гостиниц выглядят неопрятно. Хозяевам стоит включиться в общую работу по наведению порядка во внешнем виде улиц, чтобы не выделяться в невыгодном свете. В созвездии блистательных имен. 7 апреля в городском театре состоялся праздник, посвященный вдохновителям культурной жизни города-курорта. Лучших работников культуры поздравили с профессиональным праздником. Время ожидания начала праздника до третьего звонка. Специалисты технического отдела телерадиокомпании «Анапа-регион» превратили в самостоятельный праздник. Увидеть себя на большом экране в режиме «Здесь и сейчас» и улыбнуться. В эпицентре культурной жизни города за кулисами бессменная ведущая церемонии Любовь Евсеева разговаривает с мастерами культуры. Изнанка праздника, подготовка к нему. И каждый раз немного с волнением. Вот если сейчас камера повернет, то там нам показывают встать сюда, влево, встать вправо. А балеринам идти на самом деле, никому не надо уходить. Концерт открыли золотым вальсом. Балет в маленьком курортном городе сравнили с космодромом и отметили работу руководителя коллектива, королевы жанра Елены Пилипчук. В этом году 40-летие отмечают музыканты муниципального духового оркестра под руководством Валерия Степанова. Участники первого состава громче и выразительнее слов сыграли свои роли. Исключительный баритон Юрий Цыганок исполнил под аккомпанемент оркестра песню. Отметили работу Ирины Цыганок. Талантливый педагог воспитала своего звездного сына и несколько сотен ярких талантов анапчан. Подарок для преподавателя музыкальный от воспитанника Максима Егорова. Неаполитанская песня в знак признания. Изабыла Андреасян подарила своему преподавателю Татьяне Клебовой песню «Анюты». Алина Доренская спела для всех в зале и для Ирины Базель персонально. Отметили работу Натальи Марковой. Каждого заслуженного работника культуры в Анапе встречали аплодисментами. Каждому дарили подарки и цветы. Вспомнили труд ветеранов культуры. О каждом теплые слова, не шаблонные, а души и о конкретных качествах и заслугах. Всех работников культуры поздравил мэр Анапы Сергей Сергеев. Я вот наблюдая и внимательно, поверьте, смотрел все это действие, которое происходило на сцене. Подумал о том, что вы тоже, как и все наше общество, разделены на две половины. Это учителя и ученики. Учителя хотят видеть в своих учениках то, что они заложили. Хотят видеть положительный результат. Ученикам, конечно же, хочется превзойти своих учителей. Почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края и города-курорта отметили работу 68 работников культуры. И по традиции сделали общее фото на память. Одна на две тысячи анапчанка Анна Тарасова организовала и настроила работу гостиничного комплекса в Олимпийском Сочи. На две с половиной тысячи мест начала с нуля и довела весь механизм до совершенства. Поездка на Олимпийские игры – мечта Анны Тарасовой осуществилась в этом году. Она не только побывала в Сочи, еще и поучаствовала в историческом событии. На предложение поработать в службе приема и размещения гостей согласилась сразу. Собралась за один день. 31 января Анна приехала в Сочи и приступила к своим обязанностям – директора номерного фонда. Меня назначили ответственной за службу приема и размещения на двух участках гостиничного комплекса «Чистые пруды» и «Екатерининский квартал». Это комплексы города-отеля «Бархатные сезоны», которые составляют 9,5 тысяч номерной фонда. В гостинице 2,5 тысячи мест, весь персонал под ее руководством. Анна проводила тренинги на сплочение коллектива. Ребята увиделись первый раз в Сочи, а работали будто давно знакомы. Самым старшим специалистом в ее команде по 25 лет. У нас достойнейшая молодежь, которая справлялась полностью с поставленными задачами вместе со мной, вместе с другими коллегами. Они с полной серьезностью и ответственностью отнеслись к такому масштабному мероприятию. Когда ты идешь по Олимпийскому парку и осознаешь, что вокруг тебя люди с разных стран, с разных государств, с разных точек нашего земного шара, ты понимаешь, что мы единое целое. В Анапу Анна вернулась 31 марта. Обрадовалась новостям и изменениям в стиле Олимпийского Сочи. В Ореховой роще строят фонтан такой же, как в Эмеретинской долине. Он поражает своими размерами, масштабностью. Колоссальная работа была проведена над его строительством и оставит несгладимое впечатление в сердцах тех людей, которые его увидели. Работу Анны оценили. Отметили грамотными и благодарственными письмами. Это не первые высокие оценки ее труда. С 1998 года Анна работает специалистом службы размещения в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». С каждым годом наград прибавляется. Сейчас Анна в декретном отпуске. Младшему сыну Дмитрию 2,5 года. Старшему Вячеславу 12. Теперь у Анны, после исполнения ее мечты, новая. Мечтает, чтобы сын каратист участвовал в Олимпийских играх. Спортивные надежды Кубани. В Анапе проходит зональный этап всекубанской спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений. В прошлом году команда анапчанок стала первой в крае по мини-футболу. Команда мальчиков вошла в пятерку сильнейших. Как проходит спартакиада в этом году, смотрите прямо сейчас. В зональный этап спартакиады вышли по пять команд в группах мальчиков и девочек, победителей муниципальных туров. В городе-курорте Анапе сильнейший среди мальчиков показала себя команда школы номер 14, а среди девочек школы номер 5. Они представляют наш город на зональном этапе. Нас разбили на две зоны. Получается три команды в одной и две у нас. Мы вот в Словенском играем. Если вдруг мы у Словенского выигрываем, значит мы тогда уже там дальше будем бороться. Конечно, все от девчат зависит, как они сейчас настроятся, как они сыграют. Темрюк, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Красноармейский район. Соперники у анапчанок достойные. Так что нашей команде понадобится любовь к спорту, слаженность игры и стремление к победе. У нас вообще команда сформировалась очень быстро. И только в этом году. И вот мы выиграли школьный этап по городу. И вот теперь надеемся все-таки край победить. Ну, очень хочется. Все-таки Анапу представлять победа нужна. Я лично вообще всегда занималась футболом. Не занималась, играла. С самого детства там во дворе мячик пинала и так далее. И уже все со школы, со школы пошло. И как-то так получилось, что пришла к тренеру. И вот сформировалась команда. Очень рано начали играть в футбол. Ну, новая команда совместилась. Приятные люди, хорошая компания. Очень интересно с ними играть. Им нравится мячик пинать. Мы надеемся на победу, что мы выиграем лучшие. Победители этой игры отправятся на краевой этап спартакиады. 7 апреля на 86-м году жизни скончалась Августа Тимофеевна Сергийчук, педиатр, заслуженный врач Кубани. Легендарная личность нашего города. Детский доктор спасла жизни ни одного поколения анапчан с 1978 года. За 36 лет ее неустанного безотказного труда спасены сотни детских жизней. На протяжении последних 12 лет Августа Тимофеевна работала в санатории «Старинная Анапа» в медицинском центре «Ваш доктор». К ней приезжали в любое время суток домой, и она никому не отказывала в осмотре ребенка, даже в свои 84 года, сохраняя ясный профессиональный ум, память, четкость в действиях до последних дней своей жизни. Прощание с Августой Тимофеевной Сергийчук состоится 9 апреля в 12 часов у дома по улице Новороссийской, 107. С 9 по 13 апреля в гипераптеке на улице Парковая, 57 и в магазине «Медтехника» на улице Промышленная, 13 пройдет выставка продажи аппарата «Алмак» для лечения артрита, артроза, варикоза и гипертонии. Только с 9 по 12 апреля аппарат можно приобрести по заводским ценам и со скидкой от 5%. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анавской бухте 8 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова